Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, мои дорогие, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв и обсудим новый влог. Моя новая прическа. Наши двери в новую квартиру. Ремонт продолжается. Ну что, у нас сегодня Уралочка отправилась на стрижку и окрашивание. Значит, она, значит, вначале стоит с сафаром, рассказывает, что она записана к парикмахеру и на маникюр тоже. То есть и маникюр, и прическу собралась менять, но, скорее всего, не розовый. Нет, не розовый. Ну, конечно же, какой же розовый? Какой же розовый? Розовый только у вишенки, может быть. Хватит уже повторять за вишенкой. Уже просто смешно становится. Ну и да, говорит, Абдугани ещё спит, типа, дома он спит. Ну да, спит. Сафар стоит опять без настроения злющий. Под глазами мешки. Видимо, то ли не высыпается и приходится чистить и чистить комментарии круглосуточно, то ли его достала жизнь на две семьи. Ну и Уралочка говорит, что она уже обросла, ей надо и покраситься, и подстричься. Я вот смотрю на неё, ребят, и думаю, вот она же не была с такой прической изначально. И сейчас эта прическа у неё всё короче и короче становится. Нравится ей так или специально её, что ли, скубут и уродуют. Дальше, значит, сидит Уралочка уже в парикмахерской. Там ей уже осветляют корни и, значит, никого нет. Она одна там, всё строго по записи. И мастер пошла, значит, выносить мусор. А Уралочка поставила камеру и решила поболтать. Ну, в общем, сидела Уралка и рассказывала про то, что раньше вот она якобы по салонам не ходила. Раньше она красилась краской престиж и всё время это делала сама. Ну, а сейчас решила пробовать разные цвета. Не знаю, чё-то, говорит, после пятидесяти чё-то захотелось якобы меняться. Ну да, Уралочка, лучше бы ты в другом месте менялась. Менялась в теле, а не в прическах, маникюре, бровях. Хотя на самом деле, ребят, вот толку, что она делает маникюр. Раньше просто без маникюра постоянно была видна грязь под ногтями. А сейчас всё это закрывается маникюром. Ну, и окрашивание тоже. Раньше, ребят, похоже, не было столько финансов. А теперь она просто решила уже возомнить из себя королевишну. Да и кто научил, ребят? Если бы не зрители, понятия не имела бы она, что такое окрашивание, что такое ногти. Дальше, когда уже осветлили там ей корни, она уже показывает, что её там затонировали и с каким-то там фиолетовым подтоном. Я думаю, ну всё, Уралочка сейчас ещё и фиолетовая будет. Решила стать фиолетовой. Но нет, это просто краску, когда наносили, она имела сама по себе фиолетовый подтон. Когда смыли, то волосы уже не были такие фиолетовые, но ребят подстригли её, её просто оболванили. Вот серьёзно, как будто решили посмеяться над ней. Ну, это ж так оболванить. Просто три волосины в два ряда. Ну и дальше она стоит в парикмахерской, показывает волосы, что вот такой вот цвет, думаю, что замечательный. Ну, знаете, про цвет ничего не могу сказать, но серый, такой сероватый цвет, да и цвет, но стрижка – это жесть. Ребята, она с этой стрижкой выглядит ещё больше. Ей бы, наоборот, волос побольше на голове, чтобы вот эта вот ширина её так незаметна была. А здесь три волосины и вообще. Ну, а дальше уже в машине сидят. Все в сборе, да? Ну, правда, не все. Не все. Ну, и Уралочка сидит, говорит, я с новыми ногтями, у меня ногти красные, да. Говорит, дома ещё я её уложу, уложу эту прическу. Уложу, что там укладывать, Уралочка? Что ты там уложишь? Там и укладывать нечего. Ну, и дальше они собираются в сад, там надо ботву вытащить. На сафара глянула, он просто как будто, я не знаю, как будто пришибленный. Серьёзно. Вот прям такой какой-то то ли, ну, не могу я сказать, печальный, злой. В общем, видно, что настроения у него нет. И причём, слушайте, небритый. Это же что, лень побриться? Ну, и дальше, ребят. Дальше разговоры про плиточника, про что? Про электрика. Короче, то ли про сантехника. Резко все заболели почему-то. Кому-то там совсем плохо, кто-то кишку глотать пошёл. Ужас. Что-то там опять не то и что-то там не так. Ну, и дальше разговоры про форму, что якобы нужно обдугани покупать и ехать в Екатеринбург. Сафар говорит, мы же поедем завтра, послезавтра. И тут уже и репетитор. Вспомнили про репетитора. Так Уралочка же говорила, что к репетитору-то обдугани ходил. И всё лето должен был ходить. Но, получается, про репетитора забыли. Как только, слушайте, начинают зрители вспоминать и писать у меня про репетитора, так тут же и Уралочке напоминаем. И сразу, знаете, включает такую. Ой, надо репетитору звонить. Ну и дальше, значит, Уралка с Сафаром стоят возле магазина, магазина дверей. Значит, и говорят, что когда они были в магазине Леруа Мерлен, в Мерлене, правда, Уралочка сказала, да, в Леруа Мерлене, они там двери заказали, но с этими дверями глухо. Ещё неизвестно, когда будут делать, потому что это под заказ двери, и это может быть через месяц, ну а какая разница, через месяц или через два те двери сделают. Ну, тут они нашли другой магазин у себя, якобы, и получается, что сделают очень быстро, ну и поэтому получается, что они в Леруа Мерлен отказались от дверей и уже якобы заказали у себя двери. Ну и дальше, значит, Уралочка уже вышла из магазина, там они щупали, да, показывали. Ну и говорит, тут у нас магазин фабрика дверей, то есть она назвала магазин, своего рода прорекламировала магазин, но зато без маркировки. Я думаю, что им приличную скидку сделали за рекламу, ну а что нет, запросто. Дальше озвучила она сумму этих дверей, ну и, в общем, дальше они поехали на дачу. И смотрите, как спешит Сафар. Сафар говорит Уралочка, что это не месяц и не два ждать, а очень быстро. И вот спрашивается, ребят, а куда им спешить? Ну вот куда им спешить? Сидели бы, ждали, всё равно ещё ремонт делают, всё равно ещё столько дел там, но нет, Сафар спешит, чтобы всё было сделано, всё было оплачено и всё было очень быстро. Надоело ему вся эта тягомотина, похоже. Дальше приехали на дачу. Уралочка говорит, Сафар тут, оказывается, с утра был. Ну, не оказывается. Говорит, он завёз меня в парикмахерскую, а сам приехал на дачу. Ага, а Уралочка, похоже, не знала. Да, похоже, не знала, что он собирается на дачу. Ну и дальше она там рассказывает, что он забыл закрыть дверь, когда приезжал. Куры повыходили, походили по огороду, туда-сюда, и назад зашли, значит, в курятник. Как он так мог забыть, закрыть? В общем, Уралочка и сама не знает. Ну и дальше она ходила, бродила по огороду, что-то там показывала, астрочки там распускаются, и бобы надо собрать, и вон свекла какая выросла, а дальше теплица, и, значит, сафарчик баню топит, но мыться она не будет, потому что ей жалко новой прически. И тут я, ребят, просто пребывала в шоке. Ладно бы она домой вернулась, да, и дома сидела. Она приехала на дачу, в теплице с помидорами этими возилась, по огороду ходила, одевала грязную тунику на себя, и, прикиньте, ребят, как она сказала, что вчера или позавчера она два дня назад, что ли, мылась? Или что она сказала? И поэтому из-за прически мыться она не будет? Ребят, я вообще не представляю. Я от этих слов, что из-за прически она не пойдёт мыться, просто выпала в осадок. Летом женщина должна мыться минимум три раза в день, просто принимать душ. А здесь женщина огромная, и не мыться из-за прически, а что, обязательно на голову лить воду? Ведь можно тело помыть, тело помыть, а голову не мочить. Я в шоке, ребят, я просто в шоке. Причём, что она это повторила два раза. Сначала, когда сказала, что сафар баньку там топит, но она мыться не будет. А второй раз, когда они уезжали уже из дачи, она сказала, что она не мылась, прическу не собирается портить. Это какой кошмар, ребят. Фу! Просто дорвотного рефлекса. Но в теплице, ребят, как она трескала помидор. Это, ребят, что-то с чем-то. Похоже, она там на стульчике, что ли, сидела. Но помидор трескала с таким аппетитом и стонала. Вот как можно не мытые помидоры есть? Ведь они как ни крути, всё равно же что-то обрабатывают, чем-то там поливают, брызгают. И как это не помыть помидор и толкать его в рот? И причём стонала-стонала с этим помидором. После теплицы, да, когда Уралочка посидела в теплице, да, с этими помидорами, дальше она пошла по огороду ещё ходить, бродить, больше потеть в тунике, явно нечистой. Ну, хотя, может быть, она почище будет, чем халат с авокадиками. И, говорит, надо смотреть бобы. Бобы. Всё, никак до бобов не дойдёт. Говорит, а то мы здесь не показываемся. Интересно, как же курочки живут, если вы здесь не показываетесь? Дальше, ребят, Уралочка и Сафар. У Сафара виноград, который он надёргал там, и у Уралки в Подоле. Слушайте, бобы или горох, или фасоль, что там у неё? Мне вот одно интересно. У неё хоть на ногах там что-то одето? Или она опять эту тунику задрала, и Абдугани снова должен глаза прятать? Ведь она показала, что в Подоле у неё там эти бобы. И смотрите, как обдурил Сафар по поводу винограда. А вот этого, говорит, всем по одной. Всем по одной, да, а себе остальные в рот затолкал. А Уралка готова была там бросаться уже за синим. Вот это вот, вот это вот, вот это вот дай мне. Ну и дальше что? Парни намылись, говорит Уралочка. Сафара-5 пытается приобнять любимую и по головушке даже её погладил. Говорит, и я не пошла, чтобы не портить прическу. Ну да, с прической и ходить вонючей. Правда, Уралочка? Нынче это в моде, чтобы на голове прическа была, а дальше всё пропитано потом. Ну, у нас только на такое способна Уралочка. Значит, Сафар смеётся. Смешно, конечно, но какая ему разница? Уралочку отвёз домой и умотал. Разницы ему нет. Моется она, не моется. Хушь мойся, хушь не мойся. Ну и что дальше? Дальше они ещё заехали, получается, в квартиру и опять Сафар снимал. И чуть ли не шёпотом опять шептал, что там сделали. И, знаете, вот абсолютно ничего не понятно, что он там говорит. Мало того, что он вечно шепчет, так он ещё русский язык не знает. Он как начнёт чё-то там плести, у меня уши в трубочку сворачиваются. Но в комментариях, слушайте, написывают, какая красавица стала, как ей идёт эта стрижка, как ей идёт этот цвет, какие они молодцы, что они отказались от тех дверей в пользу других. Прям нахваливают. А вы знаете, Уралка всегда всё хитро продумывает. Сначала она устраивает скандал, да, обзывает зрителей, а потом вот такой вот видосик, да, выпускает, где уже забывают про всё, про оскорбления, обвинения и начинают хвалить Уралку. И она это уже выучила, поэтому у неё на канале одни сплошные хвалебные оды. Пишите, мои дорогие, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.